Делать для людей. В Сургутском районе определили подрядчика, который выполнит реконструкцию котельных в сельских поселениях Лямина и Сытомина. Благодаря переоборудованию коммунальных объектов в домах станет теплее, а топливо можно будет запасать на два месяца вперед. Какие мечты жители уже воплотили в этом году, знает Валерия Кудрявцева. Новые и качественные дороги для жителей Сытомина были, как они сами признаются, давней мечтой. Железобетонные плиты на Советской, Больничной и Комсомольской улицах уложили в начале осени этого года. Общая протяженность нового покрытия – около двух километров. Проект осуществлялся не ради проекта, а проект осуществлялся для людей. Люди понимали, специалисты дорожного строительства, что они это делают для людей. Поэтому на все замечания, просьбы откликались, именно делали в согласии с людьми. В Лямина строительство дорог завершат в 2021-м. Всего в поселении уложат один километр 700 метров покрытия. В этом году подрядчик выполнил более 300 метров. Они быстро положили, причем не зашли поздно, ввиду того, что там еще один подрядчик выходил. Поэтому, не закончив Сытомина, все силы сюда бросили. К началу отопительного сезона следующего года в обоих поселениях планируют завершить реконструкцию котельных. Их полностью переоборудуют и переведут на газ. Это позволит обеспечивать населенные пункты двухмесячным запасом топлива и увеличит надежность поставки ресурсов в дома жителей. Стоимость по Сытомина составляет порядка 38,5 миллионов проведения данных работ. По Лямина 54 миллиона, без малого 55 миллионов. То есть, работы начинаются в этом году. От обновленной котельной в Лямина в следующем году проведут кольцевой водопровод на базу отдыха спортивной школы Олимпийского резерва. Сейчас там идет реконструкция семи гостевых домов. В данный момент подрядчик ждет поставку оставшегося материала для обшивки зданий. Буквально вот у нас получается завтра после обеда, но плюс еще логистика. То есть, в выходные будет материал здесь. Все силы, то есть, мы приложили, приложим, чтобы выполнить этот контракт. Закончить восстановление гостевых домиков планируют 20 декабря. Проект реконструкции базы отдыха рассчитан на три года. На сегодняшний день уже отремонтированы три здания, восстановлен пункт проката лыж, тюбингов и домик сторожа вместе с гаражом. На следующий год должны сделать водовод и столовую с тем, чтобы постояльцы могли находиться круглогодично. То есть, чтобы было постоянно питание, котлопункт, вода, тепло. После завершения реконструкции базу планируют использовать не только для спортивных сборов и детских каникул, но и для семейного и корпоративного отдыха. Всего в ней смогут останавливаться до 120 человек. Валерия Кудрявцева, Александр Бабаев, Сургут Интерновости, Лямина, Сытомина.